В северной столице прошла молодежная антинаркотическая акция «Полковский меридиан» – «Меридиан здоровья». Она объединила более двух тысяч школьников, студентов и курсантов. Уже не первый год в празднике принимают участие представители Санкт-Петербургской епархии. Городская акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, в этом году проходит уже восьмой раз. Ребята, студенты вузов, воспитанники школы, профессиональных училищ ежегодно собираются в Парке Победы у памятника маршалу Георгию Жукову, чтобы выразить свое отрицательное отношение к употреблению наркотиков и алкоголя. В студенческой среде такого рода мероприятия проходят локально в разных образовательных организациях. Студенты самостоятельно организуют, делают различные футболки, меняют сигареты на бананы, на конфеты, расклеивают, раздают наклейки, которые подтверждают, что ты борешься с алкоголизмом и наркоманией. Я пришел сюда только потому, что я хочу, чтобы Россия была здоровой нацией, чтобы все люди могли заниматься спортом, не пили, не курили, были спортсменами, скажем так, и могли развивать нашу Россию дальше, чтобы у нас была здоровая нация, здоровые дети. У нас не сделала смертность. Я бы хотел, чтобы все люди вообще бросали пить, курить, и даже вот девушки, которые сейчас прекрасный пол, как их называют, они пьют и курят, это совсем не идет им к лицу. Задали вопрос, как можно с этим бороться. Я считаю, что надо меньше денег вкладывать в эту борьбу и больше денег вкладывать в, так сказать, спортсменам, создавать спортивные площадки и улучшить экологию. Сегодня при Санкт-Петербургской епархии работает координационный центр по противодействию наркомании и алкоголизму. Всем обратившимся, в том числе жителям других регионов, помощь оказывается бесплатна. В рамках акции перед студентами выступил председатель центра протеерей Максим Плетнев. Необходимо сохранять свое здоровье не только физическое, но и здоровье духовное. А духовное здоровье – это прежде всего наша связь с Богом. Если вот этот канал, так сказать, вашей жизни, ваша система духовного кровообращения, возьмем такой образ, она нарушена, то и жизнь тогда становится иной. Митинг и концерт в Парке Победы открыл месячник городских антинаркотических мероприятий. Это более 250 подобных акций, которые пройдут в учебных заведениях и на различных городских площадках. Очень много будет проведено мероприятий оздоровительных, будут проведены спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия. Также для специалистов этой области будут проводиться семинары, круглые столы. Напомним, что в Петербурге работает телефон доверия 004. На другом конце провода специалисты круглосуточно принимают сообщения о фактах распространения наркотиков, о необходимости психологической помощи.